Вот уже более 20 лет Российский Федеральный Ядерный Центр открывает свои двери для специалистов в области РАВ. Конференция «Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского вооружения» проходит раз в два года. И с каждым разом послушать о новейших разработках в этой сфере приезжает все больше и больше ученых и специалистов со всей России. На таких конференциях, которые мы с вами проводим один раз в два года, мы обмениваемся результатами, общаемся, ну и помогаем друг другу идти вперед. Я думаю, что есть и вклад тех специалистов, которые сюда приезжают, есть вклад в то, что экспорт российского оружия непрерывно растет. И это значит, что качество у него очень хорошее. Деловая часть программы конференции включает в себя пленарное заседание, работу в трех секциях, стендовую сессию, а также торжественную церемонию награждения призеров конкурса работ молодых ученых организаций, ходящих в Волжский региональный центр «РАРАН». Среди тех, кто удостоился награды, оказался и сотрудник ядерного центра Вадим Кузьмин со своей командой. Работа посвящена разработке одного модуля, то есть основной части перспективного изделия, экспериментальной отработке и разработке систем автоматики, так скажем. Эту работу ребята готовили около трех лет и уже осенью получат патент на свое изобретение. Поэтому победа в этом конкурсе очень значима для них. Она стимулирует нас для достижения дальнейших серьезных результатов. Мы не будем остановиться на достигнутом, будем ставить новые цели и постараемся их достигнуть. Всего на конференции было представлено более 60 докладов, рассмотрены проблемные вопросы проектирования, отработки и утилизации ракетно-артиллерийского вооружения, результаты расчетно-экспериментальных исследований в интересах совершенствования существующего и создания перспективного боевого оснащения РАВ. Традиционно участниками конференции стали представители организаций, входящих в научные отделения и региональные центры РАРАН, предприятия Минобороны России, Госкорпорации Росатом, профильных вузов.